Восточный экспресс Об одном из них, в Международном центре переграничной торговли, мы уже рассказывали. Сегодня речь о парке Байхай. Тот, кто часто приезжает в Суэфенхэ, в прошлом году с удивлением обнаружил, что на месте главного городского парка идет интенсивное строительство. 12 месяцев здесь ни на одну минуту не прекращалась работа. Грузовики вывозили грунт, взамен доставлялись камни и щебенка, другие стройматериалы. И вот теперь работы подходят к концу. Город получил новое озеро. Оно называется Байхай. Гораздо лучше прежнего. Сейчас водный режим этого паркового сооружения будет контролироваться при помощи специального ворота, который позволит понижать уровень при сильных дождях. О том, что городу нужен новый парк с гораздо лучше обустроенным водоемом, говорили давно. И вот теперь проект близится к завершению. За образец взят пекинский парк Миюнь. Тамошнее озеро позволяет и в жаркие дни поддерживать температуру воздуха на 4-5 градусов ниже, чем в окрестностях. Говорит один из руководителей управления по застройке Старого, то есть Центрального района Суфенхэ, господин Джуджан. Сооружение этого объекта началось год назад. Мы успеваем уложиться в назначенные сроки. Технически это уникальный проект. Дно озера непроницаемо. Так что вода не уйдет под землю. Вокруг озера раскинется довольно большая рекреативная зона. Как и прежде, здесь будут кататься на лодках. Глубина водоема увеличилась. Раньше это было 1,5-2 метра. Теперь свыше трех. Можно предположить, что в этих местах будет раздолье для любителей посидеть с удочкой. Рыба, говорят, любит такую воду. Откуда вы родом? С Владивостока. Ну, как вам здесь нравится? Ну, как бы раньше я здесь не был. Но то, что сейчас вижу, как говорят мои друзья, то есть раньше это была совершенно деревня, а сейчас, говорят, большой город. Ну, в принципе, я тоже приехал, первый раз посмотрев, удивился, что не сказал бы, что это деревня. Город строится, везде идут стройки, как и вижу, развивается. А вообще китайскому садово-парковому искусству более двух тысяч лет. Почти всегда в центре такого парка озеро, украшенное по берегам беседками, а через ручьи и речки, впадающие в озеро, перекидывают фигурные мостики. Реконструкция парка Суфыньхэ как раз и предполагает обилие малых форм архитектуры. Разумеется, чуть позже, когда водоем достигнет стандартного уровня. Садово-парковое искусство – это ведь не только растения, скамейки, там, скажем, беседки, но еще и, скажем, фонтаны. Например, такие вот. Суфыньхэ с его перепадами рельефа просто грех было бы не реализовать идею каскадных водопадов. И она таки успешно была реализована. Озеро еще только начало наполняться водой, а на его берегах уже появилось множество людей, которые захотели полюбоваться новым пейзажем. У некоторых из них нам удалось взять интервью. Я люблю свой город. Приятно видеть, как он хорошей. Пройдет какое-то время, и Суфыньхэ действительно станет большим населенным пунктом. Это озеро преобразилось. Спасибо строителям. Я и раньше сюда часто приходила. Это любимое место отдыха горожан. А теперь оно станет еще красивее. Разумеется, мы с друзьями будем здесь бывать с еще большим удовольствием. Я приехал из Мудэнзяна. В Суфыньхэ первый раз. Просто поражен масштабами развития этого города. Мне здесь очень нравится. Надеюсь, в следующий раз приехать сюда отдыхать вместе с семьей. По замыслу организаторов, реконструкция парка Бэйхай позволит сделать Суфыньхэ еще более привлекательным для туристов. Причем не только из России. К этому местные жители, в общем-то, привыкли. Становится ясно, что в этот город стремятся приехать на отдых и люди из других регионов Китая. И климат, и географическое положение Суфыньхэ выгодно отличают его от других туристических центров страны. Мы продолжаем знакомить вас с людьми города Суфыньхэ. Судьбы у всех разные, но объединяет их творческое отношение к жизни, стремление поделиться своими достижениями с другими. Субтитры создавал DimaTorzok